С чего надо начать выбор инвестиционного решения? Что первично, на какие вопросы вы должны ответить сами себе? Несколько слов по этому поводу. Самое главное, еще до того, как вкладывать деньги, понять для самого себя цель инвестиций. Я не стесняюсь повторять эту вроде очевидную истину, потому что инвесторы, особенно начинающие, вспоминают о цели в последнюю очередь. Цель — это не только сохранение или увеличение капитала. Выбор объекта зависит от важных для вас нюансов. Первый вопрос, на который вы должны ответить себе — это горизонт планирования. На какой инвестиционный период вы рассчитываете? Чаще всего я слышу ответ от 3 до 5 лет. Причем, чем старше инвестор, тем более длительный у него инвестиционный период. Видимо, с возрастом мы все-таки приходим к тому, что не стоит ограничиваться минимально допустимым сроком. Далее. На какую среднюю рентабельность на вложенный капитал вы рассчитываете? 10-15%? Тогда Германия вряд ли является той страной, которая вам нужна. Германия, конечно, очень надежна, но рентабельность объектов и рентабельность на вложенный капитал у нас будет ниже, чем в какой-то другой стране. Об этом мы еще поговорим в одной из следующих серий проекта. Сразу определите для себя, в какой степени вы готовы участвовать в жизни проекта. То есть активные или пассивные инвестиции вам интересно. Есть виды недвижимости, требующие постоянного участия инвестора. Даже если у вас есть партнер и в первое время кажется, что вам ничего не надо делать. Например, отели. Формат отеля меняется каждые 10 лет. То есть каждые 10 лет здание должно быть переделано и непонятно, за чей счет. Если отель реновировать, он перестает давать прибыль. Далее. Принципиально ли для вас капитализация? Понятно, что каждый хочет, чтобы его объект вырос в стоимости. Но тут нужно понять, насколько это важно. Если очень, то мы будем выбирать регионы, где такая капитализация возможна. И это могут быть совершенно неожиданные места. Затем оценим, не насколько важна для вас ликвидность. Что имеется в виду? Как быстро вы потом хотите продать объект? Есть регионы, которые очень ликвидны. Вы выставили объявления в интернете и в течение двух недель закрыли сделку. А есть регионы, которые могут быть более доходными, рентабельными, но менее ликвидными. Заранее определитесь, какая степень риска для вас допустима. Варианты ответа минимальный, средний и я люблю риск. Например, вы рассматриваете покупку супермаркета с коротким договором аренды на 4-5 лет. Вопрос, что будет через 5 лет? Продлит ли мне якорный арендатор договор? Это риск. Конечно, его можно просчитать. Но вы должны для себя определить, готовы ли вы на него. Если вы рассчитываете на кредит, то в каком размере 30, 50 или более процентов заемных средств? Российским резидентам дают банковское плечо не в полном размере. Отвечая на этот вопрос, мы должны оценить, соответствуют ли ваши представления о надежности и рентабельности вашим представлениям о займе. Кроме того, на ваш выбор могут влиять абсолютно личные вопросы, связанные скорее с семейными, не с бизнес-планами. Например, если у вас есть семья и дети, актуален ли для вас вопрос формирования семейного капитала? Инвесторы, кому за 50, действительно начинают задумываться о нем. А это совершенно иной подход. Здесь недостаточно планировать на 10 лет. Важно продумывать юридическую форму собственности. Наконец, планируете ли вы использовать недвижимость для получения ВНЖ и ПМЖ в Европе или в Германии? Да, покупка недвижимости в Германии не дает права получения ВНЖ, но рентный доход обеспечивает постоянный и гарантированный заработок. А для ведомства по делам иностранцев это может быть очень важно. Есть регионы в Германии, которые более лояльно относятся к выдаче ВНЖ. В том случае, когда объект находится и развивается в их районе. Поэтому подход выбрал объект и потом начал получать вид на жительство не всегда правильный. Давайте подытожим, почему нужно определиться еще до начала подбора. Хотя бы для того, чтобы сэкономить ваше время и не рассматривать ненужные объекты недвижимости. В ближайших сериях мы коснемся этого вопроса чуть подробнее. В четвертой серии проекта. На какой срок выгоднее вкладывать средства при инвестициях в Германии? Подписывайтесь на обновление YouTube-канала Прианру, ставьте лайки, спрашивайте и комментируйте. Субтитры создавал DimaTorzok